Вход только в карнавальных костюмах. Новогоднее настроение и улыбка обязательны. В пансионате «Солнечная долина» 24 декабря прошел праздничный бал «Маскарад», в котором приняли участие более 100 детей со всего Черноморского района. Новогодний бал дал возможность ребятам перенестись в сказку, наполненную загадочным ожиданием скорого чуда, атмосферой волшебства и исполнением заветных желаний. Персонажи из любимых сказок словно сошли с книжных страниц. На новогоднем балу царила атмосфера доброты и праздника. Субтитры создавал DimaTorzok Этот год был объявлен указом президента Виктора Федоровича Януковича Годом детского творчества. И в нашем районе под патронатом и по инициативе председателя районной государственной администрации депутата Верховной Рады Автономной Республики Крым Светланы Анатольевны Лужецкой было проведено очень много мероприятий для детей. Я вам хочу их напомнить. Это был и веселый пошмачок-конкурс. Это был и единственный в Крыму фестиваль для детей с ограниченными физическими возможностями «Ладошка дружбы». Это и конкурсы «Крымские зори», в котором мы принимали участие. Это и «Дарконхуд Олимпийский». И мероприятие, которое называется «Открой сердце музыки». И сегодня по уважительной причине Светланы Анатольевны нет рядом с нами, но каждому из вас будет вручено ее поздравление с обращением о хорошей вашей учебе, о крепком вашем здоровье. И для дорогих взрослых хочу от ее имени передать хорошего настроения, чтобы искорка счастья, радости всегда была в ваших глазах, чтобы удача в этом году и в следующем всегда сопутствовала. И как бы в ее слов с любовью к вам, дорогие дети, и к нашей любимой Родине, с праздником, с наступающим вас Новым Годом! Мы счастливы, что местом своего новогоднего бала вы избрали старинную усадьбу личного секретаря графа Потемкина, Василия Степановича Попова. Это старинная усадьба и старинный замок, и старинный парк, в котором мы сегодня собрались здесь. Всегда гостеприимно встречали всех гостей, и были видны далеко-далеко в Степном Крыму. И своими приветливыми огнями приглашали вас. И мы рады, что сегодня такое уважаемое собрание выбралось во местном своего праздника эту старинную усадьбу. Добро пожаловать! С Новым Годом! С Новым Годом! С Новым Годом! Дорогие ребята и уважаемые взрослые! Сегодня на наш новогодний бал прибыли прекрасные царевны, наши милые дюймовочки. Я сейчас попрошу сюда под елочку подойти девочек-дюймовочек, которые принимали в этом году участие в замечательном, интересном конкурсе «Мини-мисс дюймовочка». Итак, Николаева Жанна Вия, Павлик Ольга, «Не стесняйтесь, аплодируйте!» Сидиминова Амина, Касинская Мария, Дроган Ксения, Благодатная Елена, Симонова Анна и Швец Анастасия. И сейчас под ваши бурные аплодисменты нашим очаровательным дюймовочкам два красивых взрослых молодых человека подарят замечательные новогодние призы, которых достойны каждая из этих прекрасных дюймовочек. «Аплодируем, аплодируем, не стесняемся!» Работники Черноморского Дома культуры подготовили для маленьких гостей бала «Маскарада» театрализованное новогоднее представление со сказочными героями и, конечно же, с Дидом Морозом и Снегурочкой. Также ребята смогли поучаствовать в веселых играх, конкурсах и других новогодних развлечениях. «А вот что было дальше, смотрите внимательно!» «Ой, ой, славная тут пусковата! А вы-то что-то тут собрались, а? Разбудили музыкой играть, спать не даете!» «У кого-то что кричишь? Привет, дорогая!» «Привет, подружка!» «Что кричишь-то? Че? Что случилось?» «Спала, отдыхала музыка! Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля!» «Спала она! Новый год на носу! Она спит, ты все проспишь!» Точно, юлка наряжена. Праздник-то, а? А ты что, зла этого? А что не злиться-то, что не злиться, судьи сама. Вот это в волшебном лесу, выходишь, там, значит, поселиться прекрасно. На нее все смотрят, на меня, ну, в смысле, на нас с тобой нет. Сегодня Новый год, ну, вот это вот стоит, красивое. Опять же, на нас с тобой никто не смотрит. Чуть снигурки не хватало здесь, тогда вообще-то не заметят. Чего не нервничать? Нет, ну ты прав, я, конечно. Конечно, прав. Я с тобой согласна, ну, так вот всегда. Наряжаешься, забираешься и... Слушай, дорогая, я предлагаю тебе, давайте-ка мы в этом году как-нибудь особенно по-плохому ответим этот праздник. Ну, во-первых, во-первых, можно... Можно. А что можно? Можно украсть мешок с подарками, а? Сладенькими. Да. Вкусненькими. Да. Чтоб детки плакали. Да. Нет. Воровали просто в прошлых годах. Ну, и тогда мы с тобой можем вот эту вот самую красивую снегурочку-то и... Украсть. Украсть. Да. Можем. Можем, не можем. Почему? Сама уйдет в истинное. Красоты испугается. Не то, не то. Не актуально это все. Надо еще что-то думать. Думать, думать надо. Надо думать. Слушай, вот думать-то надо, но вот так же оно и будет. Придет этот дед со своей внучкой, за мешком. Часы пробьют 12. 12. Наступит Новый год. Все пропало. Надо думать. Наступит Новый год. 12. Что? Что ты сейчас сказала? Часы пробьют 12. Да. Придет Новый год. Да. С подарками. Да. Дед Мороз придет тоже. Кинет их, значит, под юночку. Дети проснутся утром, увидят, будут радоваться. И праздник будет. Ну да. Секи. Чтобы Дед Мороз не пришел, не положил эти самые подарки. Надо, чтобы Новый год не наскупил. Как это сделать? Легко. Надо украсть у Деда Мороза. Молчаем ее часами. Потом переставить у них стрелочки полным бытющим. И тогда Новый год не наступает, Дед Мороз не приходит. Но так уж нет. Детя сейчас спокойнее. Ну, гениально, Ветя. Ну, можешь, Ветя. Слушай, я согласна. Давай, давай, варварь часы где они? А ты Дед Мороза еще видела? Сегодня? Нет, не видела. Сегодня не видела? Нет, сегодня не видела. А вчера? Нет, еще не видела. Еще как-то место. Что же делать? Надо его как-то... Надо его наколдовать. Давай. Это сейчас с мигом. Явное волшебное заклинание. Повторяй за мной. Сейчас все расстроится. Получишь, давай. Ну, давай. Дед Мороз, появись. Ни Деда Мороза нету, ни Чуда нету. Ладно. Я знаю еще один вариант. А этого недостатки. Еще один знаю. Давай моему СМС-ку отправим. Как? Любимый. 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 Дальше. Красный. Вот этот мальчик страшный праздник. Красный. Хороший. Хороший. Дорогой Дедушка Мороз, все волосатые дети с нетерпением ожидают самый страшный праздник в году. Это правда. Мы будем петь для тебя любимые песни и танцевать танцы. Наконец-то наступит Красный Новый Год. Так. Как не хочется говорить о загадочной учебе. Что это? Но мы обещаем, что будем получать только прикольные оценки. Ну да. Так что открывай скорее мешок и выручай нам долгожданные подарки. С уважением к тебе пузатые мальчишки и бородатые девчонки. О, молодцы, напридумали, напридумали. Пойду отправлю. Сейчас все-все-все-все-все будут играть со мной в замечательную игру. Потому что Дед Мороз любит что? Смех и крик детей. Правильно? Правильно или нет? Да. Да. Вот так вот. Я буду задавать вопрос, а вы мне будете отвечать Дед Мороз. Вот прям так в рифму. Хорошо? Ну ты просто пайонесса, давай. Тем более, я буду делать. В Новый год желанный гость кто же это? Дед Мороз. В Новый год подарков ВОЗ привезет нам? Дед Мороз. На окне узор из РОЗ. Нарисовал нам? Дед Мороз. Зазвнут руки, мерзнет нос. Кто морозит? Дед Мороз. Всех достал же вопрос. Где же? Дед Мороз. У лисички рыжий хвост, у снегурки? Дед Мороз. А рифмы нет, но неважно догадались. Лошадь кушает, а вез по кашистям? Дед Мороз. Ну и так. Повторяем наш вопрос. Где ты? Где ты? Дед Мороз. Ау, ау. Иду, иду. Опачки. Здравствуйте, мои друзья. Очень рад вас видеть. С Новым годом поздравляю всех друзей и всех гостей. Счастья, радости желаю, чтобы жилось вам без затей. И пусть этот Новый год вам удачу принесет. Разве так встречают? Деда Мороза. А что ты, девицы, тут теплое тебе, дедца? Я по воле тебе красная, преборозилась. Ну да, видно, что теплое. А тебе теплое, девица? Ты по воле красная. Да, дедца твоя, ну, Мороза, зуб на зуб уже не попадает. И вообще, мы у тебя тут битый час ждем. Да? Да. Я задержался, повел, сижу. О, кстати, а который час? Сейчас я посмотрю. Куда смотришь? На часы мои волшебные. Часы волшебные. Ага, вижу время без двадцати дренад. Какие-то лондонские часы. Неправильные, дай-ка я сама посмотрю, дай-ка я. Лосик, и посмотри. А ты, дедушка, можешь идти дальше, там в лес куда-нибудь. Все, топай отсюда. Чувствуй, что там в моем лесу точно неладное творится. Пойду-ка я снегурочку поищу. Иди, ищи, 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 ищи. Игорь, ищи, игорь, 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 игорь. Вот, вот я их и взяла. Ой, ой, ой. А что это, секунду? А что я это делаю? Зачем мне чужие часы? Зачем я ворую все время, обижаю всех? Надо добрые подать? Да. Правильно, да? Сырк? Да. Значит, будь добрый, я решила. Новый год с чистого листа. Ты что, сбречен? Сама придумала этот план. Часы украсть. Ну и что? Новый год отменить, а теперь... Так, иди, давай, я сама сейчас все сделаю. Эх. Ну вот. Ну вот. Все получилось. Смотри. Смотри. Что это мы тут решили, да? Вот я говорю, не надо больше этого делать. Зачем мы вообще всегда с тобой берем чужое? Портим праздники. Надо срочно вернуть. Вернуть? Однозначно, надо вернуть. Вернуть Деду Морозу. Кстати, где он? Давайте его позовем, что ли? Ой, Дедушка. А вот и я, мои друзья, со снегурочкой здесь я. Дедушка, а мы тебе хотели эти часики делать волшебные и волшебные. Ничего не пойму, Дедушка. Ведь ты говорил, что они эти часы у тебя украли. Вернушенька, эти часы волшебные. Кто к ним прикасается, тот становится сразу добрым и хорошим. Так мы и так добренькие. И возьмите нас на праздник. Ну что ж, дедушка, раз Новый год, раз они исправились, возьмем их на праздник. Конечно, ведь Новый год это праздник для всех. И никто не должен ссориться. Абсолютно правильно. И чтобы это утвердилось, мы становимся с вами, дети, в большой-большой общий хоровод. Вокруг елочки. Можно сделать маленький внутри этого круга. Вокруг дедушки. Да, дед будет внутри, а малыши вокруг меня. Давай, остановитесь возле деда. Деда пойдем. Так, давайте, давайте, давайте. Слегурочка, помогаем тоже становиться рядышком с я здесь. Заводим, завели. Деда кольцебарь. Конечно, столько красавиц. Ну, а песни новогодние вы знаете? Да. А вот сейчас мы с вами и проверим. Какая самая знаменитая песня? Это родилась девочка. Абсолютно верно. В лесу родилась елочка. Или маленькой елочкой. В лесу. Значит, будет в лесу. И начинаем движение. Большой круг у нас идет в правую сторону. Маленький круг идет в левую сторону. В лесу родилась елочка. В лесу вода росла. Зимой и летом стройная. Зеленая была. Зимой и летом стройная. Зеленая была. Петель и пела песню. Петель и пела песню. Петель и пела песню. Петель и пела песню. А сказали слова, знаете, да? Так утрим, смотри, не замерзай. Надо поднять руку и назвать, кто же ее пел. Петель и пела песню. Можно вырубать. Так, следующий. Папа-яга. Папа-яга, говорят. Я бы не жил. Уброс. Это твоя подруга, значит. Как звать красивого подруга? Настенька. Настенька, аплодисменты Настенька. Наста молодец. Хорошо, а сейчас пелотый фрагмент. Это наш песня, знаете, или вот этот мальчик. Вот, знаете, все. Тем более, он вот так отвечает. Нет, это не преминские музыканты, но классно. Ну, есть? У кого какие есть варианты еще? Без вариантов. Да, и подсказково. Я, кто по волну ведет, сломом он не пропадет. Капитан? Капитан. А кто первый? Руку поднимет? Капитан Рунгес. Правильно, аплодисменты. Ну, и последняя наша завершающая будет сейчас. Итак, фрагмент номер шесть. Мальчик-гномик знает, что это лица, а девочка-украинечка знает, что это Алиса. Так что они победили вдвоем. Ну, а сейчас, а дедушки Мороза, он же приготовил для всех подарки. Не только для детей, но и для взрослых. Ты, езди, моя душа, нас не ручью землей. Рай, дедра, дыржа, дыржа, прай, дыржа, дыржа, просыпаются весной. Ты, езди, моя душа, половина, дыржа, дыржа, пай, дыржа, пай, дыржа, пай. Ап! 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 Все мы в детстве любили фокусы и чудеса и верили в сказку. Мы вырастаем, но привычка ждать чудес все же остается в глубине души. Наверное, поэтому выступление фокусника вызвало одинаковый восторг как у взрослых, так и у детей. Для гостей Бала это магическое шоу стало настоящим новогодним чудом, в которое стоило поверить. Субтитры делал DimaTorzok 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 АПЛОДИСМЕНТЫ 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 А ну-ка проверим, спект. Стоит, вы меняете? Нет. Вы их не видим и видите? Нет? Вы меня видите? Ой, что-то не получилось. Ну, видимо, я не очень верю, но всё. Давайте посмотрим. Итак, такого цвета у нас в лобочке? Красный, да? Синий, зеленый и зубный. Итак, спрячься. Точно умеешь, что ли? Посмотри, у меня не получилось. Так, в руках ничего нет? Второй клеток. Засыпь руку, подержу. И второй ручкой. Бери иголочку и начинай шелкать. Еще, еще, еще. Открывай метр. И разворачивайся. Показывай. Получилось? Спасибо тебе. А можно нам такую муточку? Вот я их иногда ношу с собой. Видите? Да. Смотри. Вот они прямо здесь. Правда, они вот. Вот у дедушки Мороза. И мы с ним. Сынся, я с ним. Сынся, я с ним. А на другой. И так. Влевую. Это правая. Другая. Влевую. 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 Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Влевую. 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 Покажите. Влевую. Ну а не планицу сейчас. Ставлю внимательным. А музыку можно покромче нам сейчас? Смотри, ну это мой шарик, да? Я шарик буду прятать, мое дело следить, хорошо? Смотри, если я вот так вот медленно делаю, в какой руке больше? В этой руке? Нет, ты показывай мне. В этой, да? Смотри, давай еще разочек. Я влечу шарик. В какой руке? Стоять! 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 Стоять, да? То есть все правильно, видно, да? Где шарик? Да возьмем второй. Пожадаем. Смотрите, внимательно. Один шарик, я скажу, да? Один сюда, зажми крепко. Нажимай, переворачивай. Хоп! Теперь придет два шарика. Хорошо, вы уследили. Но сейчас фокус только на игол внимательно. Не подсказывай. Хорошо? Хорошо. Точно внимательно. Да ты не стекляешься. Смотри, нет, мне нужно скрывать. Поставь скучные руки. Смотри, в какую руку? Все, не подсказывай, в какой руке будет шарик? В какой? В какую? В этой? Точно в этой? А может в этой? Нет, подожди. Здесь или нет? И здесь? Остальные друзья! Смотри, не сжимай, не сжимай, не сжимай! И пальчики, не сжимай. Вызовем руку на рту. Так вот, сжимаем. И крепко, крепко сжимаем. И вижу, все-все-все, повыше, повыше. Смотрите, и что мы делаем? Вот так переворачиваем. Опа! Не, не получается. Ну вы пока скранируйтесь, я побежал. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Мне очень понравился сегодняшний праздник. Мне больше всего понравилось, когда мы танцевали и водили хоровод. Я в костюме феи цветов. Я в нем, потому что мне очень нравятся феи. Больше мне понравился вот эти фокусы. Фокус понравился, который мальчик, вот этот дядя огнем и спрятал вот эти огня и был кролик. Я сегодня в костюме принцессы, потому что каждая девочка мечтает стать принцессой. Больше всего мне понравилось, как мы водили хоровод и очень понравились фокусы. Какой же Новый год без подарков? Дед Мороз, Снегурочка и феи раздавали подарки прямо на выходе из зала. Сладкий сувенир и поздравления от Деда Мороза и Снегурочки получил каждый малыш. С Новым годом! С Новым годом! С Новым годом! Депутат Верховной Рады Автономной Республики Крым Светлана Анатольевна Лужецкая. Мы пригласили на этот праздник более ста детей. Среди них талантливые дети, одаренные, дети, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах. Мы хотим праздник, чтобы дети почувствовали новогоднее настроение и поверили в чудеса. Вам удалось почувствовать на работе настроения? Конечно, когда видишь детей, которые радуются, у которых такие улыбки искренние на лице, то тоже проникаешься праздником, который пропитан семейным теплом, детскими улыбками. Но поскольку я работаю в социальной сфере и очень часто сталкиваюсь с тем, что дети страдают, я, конечно, хочу пожелать, чтобы у каждого ребенка были мама и папа, чтобы у них была семья, чтобы они любили и чтобы родители любили их. Все те, кто окружает наших детей, должны сделать так, чтобы дети себя чувствовали счастливыми. Новый год! Для нас была огромная честь, что бал Маскарад для детей Черноморского района, самых талантливых, самых прекрасных, самых, скажем так, самых таких ярких и открытых. Наш депутат Верховной Рады Республики Крым Светлана Анатольевна Лужецкая сделала такое нам предложение, чтобы провести этот бал именно здесь, в старинной усадьбе, которая всегда принимала друзей. Для нас это огромное честь и огромное счастье и радость. И то, что дети наполнили своим талантом, своими яркими выступлениями, смехом, радостью, веселью, эту старинную усадьбу, это для нас большая радость. Вам этот праздник подарил новогодний настроение? Безусловно. Весь персонал, и я, и весь персонал здесь забыли о том, что они взрослые, все как дети радовались, хлопали в ладоши, пели в лесу, родилась елочка. Конечно, визжали от умопомрачительных фокусов, которые показывал фокусник, и просто восторгались безмерным талантом наших детей. Поэтому Светлане Анатольевне огромное спасибо за то, что она подарила нам этот праздник.